Начиная с апреля клещи дают о себе знать. Они появляются, когда температура воздуха достигает плюс 5 градусов. Кровососущие уже активизировались в областном центре. Обычный пик активности клещей приходится на месяцы май и июнь. Но жители улицы Рокоссовского делятся, что уже замечали здесь насекомых. Отметим, что после прогулок на этом поле важно проводить самостоятельный осмотр дома. Также отметим, что если вы совершали прогулку здесь домашним питомцам, то необходимо осматривать и их. Ведь животные также на своем теле могут принести клеща домой. У питомцев крайне необходимо предотвращать появление паразита. Для того, чтобы избежать нападения вот этих содовых клещей на животных, нам необходимы профилактические меры в виде обработок животных. На сегодняшний момент спектр препаратов очень широкий. Это есть пероральные препараты, таблетки, есть ошейники, есть капли, есть спреи. Обычно вот этот вот клещ, он уничтожается. То есть его не нужно отпускать, гуманистам играть не нужно. То есть обратно в среду обитания это повторное будет нападение опять на чье-то животное. Ни для кого не секрет, что клещи являются переносчиками различных инфекций. А укус такого кровососущего может привести к летальному исходу как человека, так и животного. Максимально короткие сроки обратиться в медицинскую организацию, чтобы они сами сняли клещей. Если нет такой возможности, да, вы где-то за городом находитесь, то снять клеща самому с помощью или пинцета, или нитки, осторожно покачивая, вытащить его и поместить в какую-то герметичную тару с влажной ваткой, чтобы доставить его в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей этих инфекций. Если мы клеща сняли, то это место обработано над йодом. Ну, то есть антисептик, который будет у вас под рукой. В ведомстве рассказывают, в этом году с укусами клещей обратились 16 человек. Членистоногих на себе обнаружили и жители Красноярска. Всего поступало 80 обращений. С приходом весны необходимой мерой является и обработка открытых территорий. Специалисты по дезинфектологии подсказывают, сейчас самое время для профилактических работ. Рекомендации касаемо обработки от клещей, то есть акрицидную обработку проводим. Я советую начинать в конце марта, в начале апреля. Пока у них начальная стадия, когда они еще могут присутствовать только к мелким животным. И вот как раз переходящий период до того, как они успеют стать более крупными, то есть на средних животных и перерасти, чтобы могли до человека дойти, укусить его. Ну, начало мая можно. Вот так, тоже не поздно будет. В компании по дезинфектологии поступает все больше заявок по обработке частных территорий. Зачищать от клещей общественные территории обязанность муниципалитетов. Обработкой дворов многоквартирных домов должны заняться управляющей компанией. Алена Круглова, Георгий Бурлуцкий, Игорь Бероев. Новости дня.